Очень простой, короткий вопрос. Выборы фальсифицируются. Победить новым демократическим силам невозможно. Как в этих условиях добиться смены власти? Есть у тебя какой-то рецепт? Только не морочь голову. Про инопланетян говори конкретно. Народ ждет. Способ известный. Его на наших глазах удачно применили сербы. И неудачно применили белорусы. Потому что быть гражданином, это как говорил Джаба Исселяне, вам не лобби его кушать. Не только пошел на выборы, бросил в урну бюллетень, выпил там в буфете бутылку пива, закусил коржиком и пошел домой. А то еще получил бутылку паленой водки. От какого-нибудь депутата из Единой России. Нет. Это значит охота защищать свое голосование. В Сербии выборы проигрывал Милошевич. Ему не хотелось проводить второй тур. Потому что запахло жареным, пятки сильно нагрелись, земля под ногами загорелась. И он подделал результаты. Но граждане-то знали, как они голосовали. И экзит полы показывали совершенно не тот результат, который получился у Милошевича. Граждане вышли все на улицу, подожгли искупщину. Милошевича достали из его резиденции, завернули бумажку, отправили в Гаагу. Вот в результате имеют демократическую страну, собираются въехать. Там еще была помощь НАТО. Такая не слабенькая. А НАТО всегда на готове. Но не в случае с Россией. Не скажи, мы еще не просили. Когда попросим, посмотрим, что скажут. Я думаю, не отгонят отказом. В Белоруссии была та же история. Не выше Лукашенко, вышел во второй тур. Его так возмутила эта перспектива участвовать, когда он победил был во втором туре, в отличие от Милошевича. Потому что 10 кандидатов и один – это понятное дело. Они не договорились между собой, белорусские оппозиционеры. Потом выяснилось по дороге, что одни заложили других и сдали других, кроме самых смелых. И таких вот, как Никляев, как Санников, Мужберин и Халиб. Он победил бы, но ему не хотелось побеждать. Демократическим путем, нокаутом, только нокаутом. Единственной безальтернативной. Но не нашлось достаточного количества людей, которые бы вышли на эту площадь. Просто сняли бы этот УМОН. При определенных предпосылках ОМОН просто не выходит. Когда слишком много людей. Долго Белоруссии искал желающий его защитить УМОН, желающий его защитить армию. А куда делась армия Саддама Хусейна? Тоже развеялась, как зыбкое сновидение. Я думаю, что гражданам надо хорошо понимать. Для начала надо научиться правильно голосовать. Что в условиях авторитарной власти, в условиях Советского Союза, вот так недавний, 99,9-е, 97,2-е голосов за единый блок коммунистов и беспартийных. Значит, это сегодняшняя реальность. Так и будет. Единая Россия будет побеждать там. И остаточек там будет распределяться, поскольку нужна многопартийная система сегодняшней власти. Друзья, участие в их игре дело не только бессмысленное, но и позорное. Играть по правилам, которые вам предлагают, недостойно человеку. Как бы вы не голосовали, вам результат голосования, последние выборы это показали. Вот какой надо, такой и покажут. Нет, хуже. В этих условиях, в этих условиях, есть единственный выход, единственный достойный гражданин. Это улица. Протест. Мирный протест. Очень мирный. Не очень мирный. Но все-таки протест. Это единственный выход. На диване не отсидеться. Можно отсидеться. Известен результат. Не будет хватать немножечко еды. Не будет хватать не только свободы, а немножечко родственников не будет хватать, которых начнут арестовывать за двоемыслие, инакомыслие. Вот. И так далее. Значит, и превращение режима в репрессивный, не просто в авторитарный, а в авторитарный, репрессивный режим. Можно дождаться этого. Но лучше не дожидаться. Поэтому ждем вас на митингах, ждем вас на улице. Это единственный способ протеста. Парламентский способ протеста предполагает наличие не только гражданского мужества, но и мозгов. И эту другую страну мы отличим сразу, не глядя. Когда мы увидим, что люди собираются под знаменами партии Народной Свободы, а не коммунистическими, несправедливыми. Или другой демократической партии. Да, не голубыми ЛДПРовскими. Мы вот с Валерией Ильиничной подумываем над созданием демократической партии. Для того, чтобы партия Народной Свободы, что-то там, какие-то дискуссии внутри о национализме, чтобы этих дискуссий было поменьше и побольше действий. Мы подумываем. Мы ждем реакции от наших френдов. Может быть, они дадут какие-то советы. Наши фронты пока еще вообще никуда не вступили. Даже в Демсоюз или в партию экономической свободы. Минуточку. Хотя мы там очень давно ждем. Мартия Народной Свободы уже 20 отделений создала. Мартия Народной Свободы создает отделения в регионах. Мы это увидим, когда люди перестанут заглядывать начальству в рот. Только что корреспонденты Нютаевса из Кировской гувернии, где любимый нами Никита Белых правит, в кавычках говоря, вернулись. Народ пока голосует не за программы, а за начальство. Он выбирает себе начальство. Он не имеет четких стандартов. Он не сделал западный выбор. Когда он это сделает, мы об этом узнаем. Он не станет от Путина ждать. Я считаю, что должен научиться. Не выбирают. Лояльное меньшинство или лояльные 50% всегда были и всегда будут. Они голосуют за то, что есть, за стабильность. Нам нужна нормальная буржуазная революция. Как только буржуа, ремесленники и даже дворяне в Фландрии, такие вот как Вильгель Моранский, ни больше, ни меньше, перестали внутренне голосовать за то, чтобы остаться в составе Испании, как только они проголосовали за свободу совести и начали вооруженное сопротивление, никакой, простите, герцог Альба и никакая испанская армия не помогла. Поэтому здесь методика одна. 50% нет. Никаких 50% голосующих за то, что есть, во Фландре не осталось. Поэтому так произошла первая в Европе революция. Буржуазная. Так же как в Штатах. Эти 50% голосуют за стабильность. В тот момент, когда происходит переходной процесс, они будут голосовать за демократию. Их убедят. Это ерунда. Я две вещи хотел сказать. Если бы 50% населения Соединенных Штатов, тех первых 13, были бы за то, чтобы остаться в составе Великобритании, у нас не было бы Соединенных Штатов Америки. Верочка, и ты прекрасно знаешь, что 19 августа 1991 года вышло сопротивляться ГКЧП 50 человек. А максимальное, что мы собрали 20 августа, то, что потом эти ГКЧП-сты называли, значит, взбунтовавшиеся лавочники, потом они замолчали. Это вот брокеров, которых я привел. 200 тысяч, 200 тысяч и все. Но этого хватило. Поэтому у нас все так и вышло впоследствии, что за нами не было большинства, которое дало бы мандат на реформы. Поэтому это очень плохой пример. Да, мы могли по этой высокой волне над цунами победить. Нашей победы хватило на 8 месяцев гайдаровских реформ. А потом, прости, нашла коса на камень. А потом был 93-й год. Опять активное меньшинство вытянуло. Но ты помнишь, что было потом. Запутаешь народ. Эти ассоциации исторически. Короче. А мы о скультурном языке беседуем. На улице мы говорим с самыми разными людьми. Прежде чем бежать на улицу, надо знать, куда вы собираетесь. Направо или налево. На запад или на восток. Твоё предложение отдать голоса, значит, на это... То есть отдать Японии острова, на это предложение набежало такое количество уродов, фашистов и противников, ты себе не представляешь. И что они предлагают Японии отдать острова? Нет, конечно нет. Я просто хочу сказать, что... Вот сегодня редакция Нью-Таймс высказала за то, чтобы отдать острова. Тебя слушают не только единомышленники. А с другими мы пока не разговариваем. Мы разговариваем с молодёй, которая недавно прочла архипелаг ГУЛАГ, и мы за это благодарны нашему Фриду. Всё, всё.